С чем, на ваш взгляд, связан тот факт, что ужесточение наказания не слишком отрезвило водителя Хакасии? Прежде всего, у нас в прошлом году, с июля 2015 года, вступила в силу уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В соответствии с этим у нас предусмотрено 264-й статьей, 264-й прим. 1 УК РФ. За 2016 год, с начала этого года, у нас задержано на территории республики 1976 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 387 – это водители, которые уже совершили повторное правонарушение, то есть попали под уголовную ответственность. Таких вот водителей 387. Это какой-то менталитет наших граждан, что они чувствуют свою безнаказанность, как вы думаете? Здесь, прежде всего, я думаю, это проблема, скажем так, она общественная, то есть связанная, наверное, с алкоголизацией просто общества. Но, тем не менее, то есть можно отметить то, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в этом году у нас сократилось на порядка 45%. Также у нас в этом году были зарегистрированы случаи, когда лица уже, в отношении которых возбуждены уголовные дела, по статье 264, прим. 1, опять же, совершили повторное преступление, то есть были задержаны повторно за управление транспортным состоянием опьянения, то есть таких у нас случаев 37. А вот эти люди, они кто? Они работают? Какое у них образование? Какой у них социальный статус? Здесь, то есть граждане абсолютно разные, то есть как и по социальным признакам, то есть так же, как и независимо от того, где они работают, где служат, то есть конкретизировать, что на какую-то определенную категорию людей здесь практически невозможно. Еще такой факт, по итогам прошлого года всего три человека у нас были лишены свободы за то, что сели за руль в нетрезвом виде. Как вы думаете, почему так мало? Ну, здесь, я думаю, суд при назначении наказания в рамках рассмотрения уголовных дел усматривает, то есть отягчающие обстоятельства при вынесении приговоров. Насколько я знаю, вот в этих случаях лица, которым было назначено наказание в виде лишения свободы, они были уже условно осуждены, то есть по другим преступлениям. Ну, собственно, это и стало, да? Да, это и стало, то есть причиной, то есть послужило, так скажем, основанием, то есть применение максимального наказания, предусмотренного вот этой статьей. Ну, глядя вот на эти цифры и на то, что, собственно, наказание действительно не пугает всех, да, как вы думаете, требуется ли дальнейшее ужесточение закона? Вот ваше человеческое отношение к этому, ваше мнение не только как автоинспектора, но просто как жителя республики? Как жителя республики, то есть однозначно я отношусь негативно, негативно, то есть ко всем нарушениям правил дорожного движения, то есть особенно, конечно, к управлению транспортом в состоянии опьянения. Ну, вот учитывая того, что, как я уже говорил, что с 2015 года у нас введена вот уголовная ответственность за управление транспортом, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, определенную, скажем так, положительную роль, положительную динамику это сыграло. Говорю, что сократилось у нас количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Ну, получается, закон все-таки не может справиться со стремлением людей к тому, чтобы нарушить закон? Я думаю, говорю, определенную, то есть вклад этот закон он внес, и внес очень хороший вклад. Может быть, тогда требуется нашей автоинспекции как-то более усиленно работать? Ну, я вам скажу, что автоинспекция, госавтоинспекция наша в этом году внесла ряд изменений, то есть формы и методы несения службы. Начали мы проводить, применять практику проведения таких, так называемых, сплошных проверок, то есть специальных профилактических мероприятий с отработкой определенных участков улиц и дорог нашей республики группами сотрудников. То есть такие мероприятия были у нас проведены и в городе Абакане, и на территории районов и городов республики. И скажу, эти мероприятия, они очень эффективны. К примеру, вот вчера было проведено такое мероприятие на улице Дружба народов, и буквально за два часа, то есть работы по данному направлению, было задержано пять водителей в состоянии опьянения. В Абакане? Да, в городе Абакане. Это с 7 вечера до 10 часов вечера. Можно ли такие рейды проводить ежедневно, чтобы водители действительно призадумались и садились за руль в нормальном состоянии? То есть практически, да, идет к тому, что такие мероприятия у нас будут проводиться ежедневно, то есть, ну, тем не менее, то есть основная эта цель все равно как бы у нас не для того, чтобы выявить наибольшее количество правонарушений, а, скажем так, спрофилактировать, не допущение этих нарушений. В этих целях перед каждым проведением таких мероприятий мы через средства массовой информации озвучиваем, что на территории того или иного района, либо города, республики будет проведено специальное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. И, соответственно, после проведения этого мероприятия мы также через МИ, то есть доводим до граждан результаты этих мероприятий. Наступает тепло, скоро лето, это всегда тоже обостряет ситуацию на дорогах. Какие-то методы помимо вот этих рейдов вы еще будете применять в своей практике? Они применяться будут, то есть это будет увеличена и плотность нарядов дорожно-патрульной службы. Также в настоящее время из числа сотрудников, скажем так, кабинетных сотрудников, то есть это управление ГИБДД, на постоянной основе несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения в составе совместных экипажей с инспекторами ДПС. Кроме того, работает практика привлечения сотрудников других служб органов внутренних дел, также в состав экипажей ДПС, что позволяет нам увеличить количество нарядов, то есть увеличить их плотность. Ну и, соответственно, то есть, скажем так, охватить наибольшую часть территории, то есть и обеспечить в наибольших местах безопасность дорожного движения. Константин Александрович, последний вопрос, все-таки, как, на Ваш взгляд, поменять сознание людей, сознание водителя, чтобы они не становились преступниками за рулем? Здесь, прежде всего, нужен, скажем так, профилактический фактор. То есть, прежде всего, если человек, например, работает, в данном случае должен осознавать его руководитель, что для чего ему такой работник, который совершает там преступления, я не говорю уже там об административных правонарушениях, активно использовать через средства массовой информации с целью доведения вот этих последствий автоварий с участием нетрезвых водителей. То есть, здесь очень широкий спектр, скажем так, работы, над которым тоже у нас сотрудники специализированного отдела, отдела пропаганды, то есть, занимаются, это их непосредственная работа, то есть, и вот такие мероприятия они на постоянной основе проводят. А насколько у нас жители республики сообщают по телефону о пьяных водителях, если они их видят при движении? Скажу, по сравнению с предыдущими годами, по данному вопросу люди очень стали активно нам оказывать содействие, то есть, практически в дежурную часть ежесуточно поступают там от 5 до 10 звонков сообщениями о том, что в том или ином месте управляет транспортным средством водительством с признаками опьянения. Не скажу, что все эти факты на 100% они подтверждаются, но тем не менее, могу прямо заявить, что в 50% случаев эти факты подтверждаются. И мы за что очень гражданам признательны в этом, потому что люди осознают, что если они не помогут, то есть, задержать, не сообщат об этом трезвом водителе, то есть, те последствия, которые этот нетрезвый водитель может совершить, то есть, они могут быть потом, ну, очень, скажем, плачевны. Что ж, будем надеяться, что люди и дальше будут проявлять сознательность и помогать вам в этом. Да, спасибо большое нашим гражданам за то, что они нам оказывают это содействие. Я благодарю вас, Константин Александрович, за интервью. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!